Базарный Карбулак 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 И самое главное – научить этот бизнес работать, чтобы бизнес приносил прибыль, и эта прибыль оставалась в регионе для того, чтобы регион развивался. Вот основная цель. Действительно, сейчас созданы все благоприятные условия в нашей стране для развития молодежных инициатив во всех сферах. Во-первых, как правильно сказала Людмила Ефимовна, у нас в стране создана, прежде всего, что очень важно, хорошая нормативно-правовая база для того, чтобы этим заниматься. Мало того, наше правительство и руководство страны всячески поддерживают все инициативы и способствуют это и майские указы президента, и, собственно говоря, законы о развитии малого бизнеса и развития территории. Масса таких указов и контроль со стороны руководства за то, чтобы эти проекты и это законодательство реализовывалось, поверьте мне, достаточно строгий. Поэтому, когда у вас в руках уже есть эти механизмы, единственное, что их надо, конечно, изучить, надо воспользоваться и создать свой определенный проект, который можно реализовать. Конечно же, для этого надо учиться, потому что это еще одна проблема, когда молодежь не знает, вот у нее, как говорится, под ногами лежит золото, а как его взять, она не знает. Поэтому мы, в общем-то, призваны для того, экспертное сообщество, учебное заведение, как раз призваны для того, чтобы помочь молодежи начать активную свою жизнь, как в бизнесе, так и в общественном секторе. Я, как член общественной палаты, могу сказать, что у нас очень внимательно в Москве прорабатываются вопросы участия молодежи в различных грантовых историях. Я думаю, что в нашем случае, в данной программе, в данном проекте, который называется «Приоритеты роста», обязательно будет ветвь стартапов, где эксперты помогут вам найти для вас нужный эффективный бизнес, начать его и успешно получать не только гранты, но и участвовать, в общем-то, в конкурсах по уже госзаказам. Что тоже очень важно. Значение событий, прошедших в Базарном Карбулаке, сложно переоценить. Если сегодня молодые бизнесмены считают возможным тратить внимание и немалое средство на протитание своей малой родины, одной из российских глубинок, то поверьте, достойное будущее есть не только у нашего региона, но и у всей Великой России. Мы присутствуем при вот таком знаковом событии. То есть мы видим, как на самом деле небольшой город Саратовской области Базарном Карбулак, он стал центром притяжения людей федерального масштаба, федерального уровня и федеральных интересов. И это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, потому что на самом деле сила, она вот в этой глубинке, которая становится активным центром движения. И это очень здорово. И то, о чем мы говорили сейчас на форуме, обо всех возможностях, обо всех социальных лифтах, которые нам предоставляет конкурс «Приоритеты роста». И вот один из таких вот на самом деле демонстрирующих моментов – это вот открытие этого комплекса. То есть мы видим, что это все на всеми пустые слова, а на самом деле наша глубинка, она преображается и становится вот таким вот красивым, классным и уникальным местом отдыха. Что касается молодежного центра «Парк-отель Белый Ивы», данный комплекс и данная идея пришла давно. Строился он в 7 лет. Все, что внутри – интерьер, дизайн – придумывалось лично. Хотелось что-то такое светлое, красивое. Почему в Басаран-Крабулаке? Потому что я отсюда родом, независимо от того, что я работаю и живу в городе Саратове. Ну и хотелось для молодежи, для населения что-то сделать красивым. Белый Ивы включает в себя сам отель, 6 номеров пока что, потому что мы еще будем дальше развиваться. У нас будут домики, будет открытый бассейн. Значит, сам ресторан, уместимостью 140 посадочных мест. Ночной клуб, тоже где-то порядка 140-200 мест. И хорошая летняя терраса. Есть волейбольная площадка, детская зона, батут, теннисный стол. Чтобы привлечь не только детей, взрослых, захватить все возраста, чтобы было интересно сюда к нам прийти. Тот штат, который сейчас набран, он именно местный. Работают местные официанты, администраторы, бармены, повара. И сейчас уже мы открылись, техническое открытие у нас состоялось 2 месяца назад. За эти 2 месяца я считаю, что мы достигли определенного уровня подачи блюд. И мне нравится. Я думаю, что клиенты, которые к нам придут, они тоже будут очень довольны. Решили открыть здесь заведение «Базарный Крублайки». Ну, постепенно хотели сначала один этаж, потом гостиничные номера решили сделать. Ночной клуб строим. Постепенно проект увеличился. Рассчитывали все это на людей разных возрастов. Мы рады всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова